Сегодня утром на Бендерском пляже едва не утонул 16-летний подросток. Вчера вечером на этом же пляже тоже тонул подросток. А с начала недели в Бендерах спасли уже 5 утопающих. Алина Ганган поехала на пляж у крепости, чтобы узнать, что же там происходит. С начала этой недели из воды вытащили уже 5 тонущих людей. Все это произошло на Бендерском городском пляже. Спасатели говорят, это не проклятое место, просто люди не умеют рассчитывать свои силы. Если ты плавать не умеешь, ребенок, то заходить надо, вот детская купель для этого есть. Если взрослый плавать не умеет, то максимум, что он может, зайти вот по пояс. По пояс зашел, попал в яму, там по грудь оказался. А если по грудь зашел, то уже. По грудь зашел подросток, который вчера едва не утонул за пределами городского пляжа. Его кинулся спасать мужчина, потом подоспели спасатели. Шел, шел, зашел до сюда, одна нога пошла. Спасатели рассказывают, что иногда люди заплывают за буйки или вообще переплывают весь Днестр и плывут на противоположный берег. В таком случае спасатели на лодках забирают храбрецов, у которых закончились силы, чтобы доплыть обратно. Произошел случай, это было не на пляже, несколько смен назад. Ну, видим, что за пределами пляжа, выше по течению метров, в 50 от пляжа, приплывают три человека в Днестр. Мы сели в лодку, добрались, пока до них добрались, они уже переплыли. Оказалось, мальчик 14 лет, с взрослой женщиной, которая не его мама, а там какая-то знакомая, и парень там лет 17. Ну, естественно, мы этого мальчика переправили обратно, предложили взрослым тоже, но не отказались. И мальчика переправили и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Мы со съемочной группой застали одного мужчину, который пытался заплыть за буйки. Мужчина доплыл до буйков и передвигался по тросу. К счастью, ничего не случилось. Бабушки, которые здесь отдыхают почти каждый день, говорят, таких пловцов много. А часто вы так заплываете за буйки? Конечно, пусть сегодня у нас, надо штрафовать. Уже три раза за сегодня. Один из случаев за сегодня – два подростка, которые доплыли до буйков, но назад до берега смог доплыть только один. У другого закончились силы, и он стал звать на помощь. К нему подплыл мужчина, потом появились и спасатели. Несмотря на то, что этот пляж городской, спасатели все равно остаются бдительными. С начала лета в Днестре утонули уже семь человек.